приветствую вас дорогие друзья я проведу совместный эфир с одним человеком которого вы возможно многие из вас уже видели на канале булагу нет он давал интервью осечкину это человек преклонного возраста он он чеченец он родом из из ауха который сегодня будет состав дагестана его из ту от его истории от того что он рассказал просто в жилах стынет кровь если кто-то этого не видел посмотрите пожалуйста это полное интервью на канале осечкина после этого разговора я выложу обязательно ссылку на это интервью у себя телеграм-канале вы сможете перейти и посмотреть здесь же сейчас мы с ним поговорим и попытаемся вынести такую консистенцию всей этой темы так как там интервью осечкина он рассказывал все обличающих подробностях с датами там с документами здесь же я хочу просто чтобы вы послушали историю этого несчастного человека что с ним сделали эти эти преступники эти нелюдей и просто попытались хоть немножко прочувствовать это на себе и так нашим пейца хампаш амаев но так как он сменил свое имя предпочитает чтоб нему обращались по имени альберт поэтому мы так и будем его называть по имени альберт и я еще также прошу всех моих зрителей не чеченцев не удивляться тому что я буду обращаться на ты взрослому человеку преклонного возраста так как мы с ним оба являются чеченцами у нас у чеченцев не принято обращаться на вы у нас это считается оскорбительным поэтому мы с ним будем говорить как два чеченца обращают друг другу на ты альберт я приветствую тебя на этом канале я начну сразу с вопроса чтобы немножко ввести в курс тех кто не знает о тебе расскажи пожалуйста кто ты откуда и как впервые тебя задержали и за что я также приветствую всех кто нас слушает мир и спокойствия всего хорошего сам наилучшего спасибо что вам попалась такая возможность говорить надолго вам на эфире чтобы все слышали мои вот этот рассказ я долго много лет этого хотел стремился к этому но у меня не получалось я полностью слепой для меня что днем что ночью темно причину уже сами узнаете я был арестован двухтысячном шестом году в дагестане ехал домой на машине и и вперед бросили меня в буханку чтобы не удариться я остановился я не успел ничего понять туда смазка вылетели жесткий прием одели меня на голову в мешок сами знаете вы уже сто процентов все это видели как это бывает я увлекли завели там какую-то машину и отвели и только я там мне мешок с голову сняли этот я учился потом ходил убойная это на организации это это в городе хасау юге во дворе во дворе в дворе в дворе есть отдел 6 отдел его назову 2 этаж туда подняли в одном из кабинетов и сами там окружение там сами знаете там баллы все офицерских погонов вот там оттуда это кричит другой туда пинает сзади это там наручники у меня сзади руки наручника сзади закрепленные начало с того там мы начали кричит какой-то вот с этого момента вот это вот какой-то кассету разговор о какого-то там вот это что признал что это я в этом кассете потому что я думаю как я могу признать а что было на этой кассете альберт извини пожалуйста там там кассеты как-то я и не послушал там было какой-то там деньги вымогательские что-либо такая вроде вот насчет денег там какой-то был вопрос но потом ростовская экспертиза ростовская экспертиза потом есть заключение в деле установила что это не я можно вот тебя изначально получается задержали по подозрению вымогательстве правильно еще один вопрос альберт сразу уточняющий 2006 году тебе сколько лет было ну у меня я родился в день победы 1945 году 9 мая я родился ну это мне значит было больше 60 лет это было значимо и был я инвалид второй группы бессрочно то есть на момент задержания на момент задержания правильно и инвалид второй группы бессрочно хорошо продолжать вот в один момент задержания был я вот такой был и это первый момент вот как мне с голову сняли мешок все дальше уже это ужас это ад уже дальше это ужас это ад они меня завели в пыточную камеру показали инструменты убирай каким тебе значит значит питаться там бутылки какой-то смесь литровые полтора литровые там черенок от лопаты там противогаз там и против бронежилет там что там нету в этом там труба вот это они объясняют это труба а это полючая проволока который мы туда засуну его и потом бегать в ванну засунем его потом эту трубу вытащим говорит полючая проволока там останется ну вот они объясняют мне а я что я должен делать что вы от меня хотите вот подписываю это бумаги признай вот эти показания это потом это все документально доказано у меня все подписано и все газета вырос как есть альберт это все происходит на территории вот этого убопа правильно да да в этом на территории в этом здании меня оттуда не выпускали на протяжении 17 дней альберт я буду немножко уточнять уточнять вопрос задавать 17 дней ты находишься на территории вот этого убопа тебя пытают там да днем и ночи это показано постановлением европейского суда установлено я имею ввиду я хочу сразу для для отдельных умников которые будут писать что такой структуры не существует эта структура существовала в конце десятых ее расформировали все убопы по России были расформированы поэтому не пишите пожалуйста ничего подобного в комментариях 17 дней тебя пропытали там потом куда тебя передали там меня там поломали руку поломали ногу и в таком виде насылка меня привезли в тюрьму а можешь подробно подробно рассказать альберт как тебе сломали ногу и руку меня пытали 17 дней меня применили все бутылки на бутылки меня сажали кроме ящика вот такую трубу они меня все сделали они меня ласточки сделали садили туда вот сюда и поднимали с одной стороны следователь прокуратуры Арсланханов а с другой стороны которые заставили подпитками меня призвано то есть на меня какого-то подельника они там нашли якобы он там был его заставили а ты черенок по одной стороне держит с другой стороне держит на бутылку будешь признаваться писать там где-то около 9-11 убийств в Кадагистану я должен был подписать что это совершил я что я организатор что я наемный убийца это все написано я вам потом поставлю они все есть у меня вот это все они током меня били они у меня штаны снимают на яйцах в воду брызгают туда приклеивают вот это скрепками на око и крутят вот это вот вещь у меня пена шла с отца не мог там такой лучше я такой простой ток получил удар или нет потом против ОК задевают заранее там отключенным этим воздух не идет я падаю я стояю в сознании потом она бьет мне по лицу можно призвать я прихожу в сознание они таким образом мне посадили все сердце я получил инсульт он пролежал я инсульт в 2006 году получил инсульт это все документарь у меня доказано вот Альберт а еще раз про ногу и руку ты забыл как тебе сломали ногу и руку черенок от лопаты туда деньги брал следователь Арсурханов прократу в то время пока СК еще не было он был старший следователь прокуратуры народа Хасалюта Арсурханов производства по его постановлению я был арестован и он же вел делать он сюда приходил и прямо в УГОП и там следствие вот как он якобы вел туда он организовал это преступление для себя помощников во голове начальник УГОПа начальник УГОПа его заместителя подполковника вот Мутаев Мурак вот она у меня карточка в кармане Альберт Альберт смотри я тебя прошу пока не отвлекайся на имена про имена мы в конце с тобой поговорим сейчас я просто хочу чтобы ты подробно описал вот эти вот пытки как тебе сломали ногу и руку опиши вот этот сам процесс туда вот этот следователь Арсурхан вот этот туда запускал близких родственников потерпевшего сына и двух братьев брал у них деньги и запускал их они туда заходили мстить потому что они вот Арсурханов они сказали что это Амайев руководил банкой по которому убили твоего отца это Амайев сделал мол я сделал они-то поверили им и заходили в нем из них они богатые люди они платили деньги ему и каждый вечер они их туда запускали теперь подтверждение этих слов что этого может быть другие не поверят они думают что я обманываю есть генеральная прокуратура у меня ответ установлены генеральной прокуратуры РФ в начальном управлении там написано что действительно под расследование уголовного дела работники МВД и родственники потерпевшего применяли на силе вот у меня вот у других Альберт то есть получается тебе ногу и руку сломали родственники вот этого некого потерпевшего да? да они пили вместе с оперативниками это же в течение 17 дней с перерывами я понял а я хочу технически понять тебе ногу и руку сломали ударами вот этого этого черенка от лопаты или как они черенка от лопаты да черенка от лопаты то есть они потом хипс не поставили а ну доски потом кростыни там намотали кростыни вот так кростыни такой кростыни кряпки и они у меня неправильно сросли все судебные медицинские экспертизы заходотайства адвоката у меня было завершено они установили на ту точку а теперь они тебе от гибели тебя этой лопаты целенаправлено чтобы сломать тебе руку и ногу или это ты защищался и сломал ну конечно разные цели направлены 17 дней нет нет яox не об этом говорю я не говорю о том что хотели они тебя бить понятно что они хотели я имею ввиду руку и ногу тебе сломать они хотели или они они сломались от того что ты защищался от этих ударов Это же месть, что такое месть для того, чтобы мустип. Они конечно пили, но если у меня не пить, то сломается. Конечно пили, челенаправленно пили, но их еще держали, но все равно все это применялось по отношению ко мне. Там и других приводили, чтобы давали признательные показания, бидящие мнения, а кому меня? Там еще одного человека, начальника асфальтного завода, его тоже пытались, чтобы он оговорил на меня, чтобы давал показания и на меня, и на себя, что он мне давал заказ, ему засунули в задницу вот эту трубу с колючей проволокой, и вытащили трубу, колючая проволока осталась там. Потом ему операцию сделали, вытащили эту трубу, и он стал инвалидом, и его оправдали. Законный суд не выпустил, оправдал его, а он умер. Он после этого умер, и никто не отвечает за это дело. Я уже говорил там, знаете, возбуждено уголовное дело. А этот человек, которому ежик, как вы жаргонно выражаете сделали, он проходил с тобой по одному делу? Или это другое дело? Да, 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 по одному делу. Он у меня приговорил. Я первый, да, приговорил, а он уже второй. Ты же сам из статьи. Альберт, скажи мне одно. У многих наверняка этот вопрос возникает. Вот тебе сейчас 77 лет. Ты человек, ну, преклонного возраста. На тот момент тебе 61, ты тоже не молодой. Тем более по нашим кавказским меркам это как бы очень взрослый уже старый человек. Вот эти люди, когда они к тебе, родственники, заходили и били тебя черенком от лопаты, между вами происходил вообще какой-то диалог? Ты им говорил, ну, как я... Нет, 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 такой диалог. Это просто необъяснимое. Это необъяснимое. Какое там невозможное. Я же вам говорю, это просто чудо, что я получил такую информацию, такую доказательственную базу. Ну, это свою дорогу, как она. Я получил их. Я могу потом, надо будет объяснить. И все. Вот что я сейчас вам говорю. У меня официальное подтверждение есть, документальное. Не надо. Прокурорские проверки не требуется. Все установлено. Я признал потерпевщим. И все вот этот ход дела снималось на маленькую видеокамеру. Снимал его сын потерпевшего. Вот он с нами снимал. Арстал Фану при этом был. Начальник Грибов при этом был. Вот, когда я терялся знанию. Начальник Грибова у него была бутылка с пирками водой. Он брызгал меня. И у него очки такие были. Он подходил ближе. Вот так делал. Амаю в живой. Амаю в живой. Вот так он делал. Вот. Вот эти самодеи. Потом я приходил. Он брызгал. Начинайте. Вот приходи сюда. Вот. Меня больше всех. Меня мучил этот противогаз. Я чуть-чуть умирал уже. Я несколько раз терял сознание. Это же не один раз. Не два раз. А в течение 17 дней. С 23 апреля. День моего задержания. Это длилось 9 мая. День моего день рождения. День победы получается. И вот день победы меня насиловали. Альберт. А вот эту вот съемку, ты сказал, они вели. Это получается, они снимали, как они над тобой производят насилие сексуального характера? Они это все записывали? И типа, чтобы тебя шантажировали? Да? Да. Они шантажировали. Это естественно. Они шантажировали. Меня же уважали. Я всегда был с поведливой. Они говорят, мы его в тюрьму тебе бросим. Вот эту фотографию. И там тебе позор будет. Мы по месту твоего, по месту твоего проживания тоже бросим. Они сделали это. Есть справка. Есть справка. Есть справка начальника Баллакаева, полковника тюрьмы. О том, что да, действительно, в камерах были распространены это фотографии. Есть такая справка. Есть вторая справка о том, что это Баллакаев полковник. Действительно, Амайев был доставлен в тюрьму с многочисленными телесными повреждениями. Вот это справка. Альберт, давай-ка немножко с этих 17 дней сейчас перенесемся на тему тюремного заключения. Ты в интервью с Осечком сказал, что ты 12 лет, по-моему, просидел еще в тюрьме. Получается, тебя по тому обвинению, в чем тебя обвинили и пытали, тебя в итоге за это осудили, признали виновным и посадили на 12 лет. Так? Да, 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 да. Меня обвинили, мало обвинили. А кого оправдали. Значит, его оправдали, а меня нельзя было. Уголовное дело, скажу, что возбудили. Фотографии, вот это, которые сняли фотографии, попали в прокуратуру, то есть отдали им родственники прокуратуры. Они их отправили в экспертизу, в Москву, в экспертизу. МВД, фототехнической Москва, дала фиктивную, то есть дала обманную заключение о том, что это фотомонтаж. Потом мои родственники наши отдали эту фотографию ФСБ, ФСБ Москвы. Они развели свою фототехническую экспертизу через местор ФСБ России и сказали, что они законные, то есть оригинальные. Вы понимаете? А те, кто дали вот эти ложные показания, они не осуждены. Они остались так, что бездоказаны. И вот в результате вот всего это заключение все имеется. И вот они опять, наверное, никаких не приняли. И меня потом, меня как свидетеля попросили, потому что если бы меня признали потерпевшим, меня тоже должны были оправдать. Такой оправдать, суд может быть, суд или не был бы. И все, дело развалилось бы. А это запасное дело было. Почему? Потому что в тот момент прокурор республики был Кехлер. Я помню, я видел в интервью, ты приводил эту информацию, что он сын заместителя генпрокурора Чайки на тот момент. Я хочу понять, тебя признают виновным, суд тебя осудил, и ты вот от звонка до звонка ты отсидел весь срок 12 лет, правильно? Да, мне дают, мне дают, Верховный суд присяжный, судит меня, мне дают 25 лет. Прокурор просит 25 лет инвалиду второй группы. Вот, в числе, они дают 25 лет, дают мне 25 лет, у меня потом ложат сразу две полосы, один черный, один красный полосы, склонив к побегу, и что я там против администрации, против у них какой-то вот, какой-то вот, что-то я говорю, против у них черной полосы, это так он называется, как мне знакомится, склонник тоже, потому что я против администрации, против исправительной, против у них воюю, якобы, это, без моего ведома, отправили меня в Кировскую область, в колонию 6, это жестокая колония, то есть... На 25 лет тебя отправили, да? Да, туда, да, это колония особого режима, а у меня строгий режим, отправили туда, жесткий прием, там мне 5-6-7 позвоночники тоже поломали, там это не страшно, и то, что там они сделали, это страшно, там я написал европейский суд жалобу, там не я написал, мне там писать руки дают, там от руками, там мне помогли писать, а кого там помогал, помогал мне писать, написал жалобу, А расскажи, расскажи, пожалуйста, поподробнее, вот сделал жесткий прием, сломали позвоночники, расскажи конкретно, как сломали, как приняли? Когда там ночью башина приезжает, всех заключенными, всех загоняют во двор, все на колени, упали на колени, там грязь, не грязь, дождь, не дождь, все должны падать на колени, а я не мог падать на колени, у меня поломанная нога обравая, у меня кроссфиль на руках, у меня на колени, я говорю, я не могу, они ногой ударили, у меня костюм полетел в сторону, там сзади меня прикладом что-то ударил, а впереди у меня была там сетка какая-то, там колючая горка, там запретка, и я ударился об этой сеткой, потом обратно упал, ну и там ужас, вот от этого удара я уже, не мог приводить меня, вот такая... Альберт, вернись, пожалуйста, к историю срока, 25 лет ты сказал, тебя осудили, как так получилось, что ты отсидел 12? Потому что, потому что, потом оттуда все другие русские области, а мне, мне, вот это из-за жалобы, из-за жалобы, я его не требую обратно, они понимают, что я обратно требовал, я же его отправил, как ты его отправил, мне, мне дают СУС, многие люди знают, у меня строгие условия, это отдельное, это отдельное помещение, это отдельное помещение закрытое, туда меня закрыли, и этапировали в Хакасию, в 33-ю колонию, вот. И мне по этому же постановлению, опять там, как Иисус, прием жесткий, тоже опять, это ужас. А срок тебе сократили, как? Срок сократили, как тебе? Меня освободили по болезни, по постановлению правительства России, меня ослепили они, мне пытались, я туда пришел 11-го года, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, я там сидел, с постоянными пытками, у меня вот, вот смотрите, у меня 316, у меня изолятора, ЧИЗО, 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 с такими болезнями, у меня там еще и суд второй получит, там тоже написано заключение. То есть, получается тебя, тебя осудили на 25 лет, а вышел ты просто как бы, из-за, по состоянию здоровья тебя раньше времени выпустили. По состоянию, состоялся суд. Вот, в заключение, меня повезли в Красноярск, в Красноярске центральная больница, появился отключение консулиум врачей, семь врачей, о том, что у меня есть заболевания, препятствующие отбыванию наказания. Они один раз такой дали, в 15-м году, но меня не освободили. В 16-м году дали второе заключение, меня опять не освободили. Вот, когда у меня отнялась правая сторона парапорет, уже отказалась нога, я уже полностью астрелек, ничего не вижу. В 17-м году дают они третье заключение, и меня освободили они по состоянию здоровья. у меня было 52 килограмм веса, то есть 3,70 метра. Эльберт, ты сказал, что те съемки, которые они делали, как они над тобой производили насилие, что потом эти съемки, они все-таки показали их твоим сокамерникам заключенным, да? Да, в восстановлении, в котором я признан потерпевшим, там указано, что меня пытали и насиловали, и при этом все снимались на видеокамеру. Там написано уже. Ну, кто снимал? Они не пишут. Когда это установлено, кто снимал? Нет, я сейчас, я хочу понять другое, Альберт, я хочу понять другое. Ты переходишь к документам, я понимаю, что у тебя есть доказательная база. Нам сейчас интересно, интересны немного другие подробности того, как они условия жизни тебе портили, даже в самой тюрьме. Вот эти вот съемки, которые они произвели, они эти съемки каким-то образом отправили зэкам в ту колонию, где ты сидел? Каким-то образом меня отправили. Начальник 6-го отдела и вот этот следователь пришли в тюрьму, это же их не в руках. Отдали оперативникам, сказали просто его. Но перед этим они несколько раз туда приходили, требовали, принуждали меня к даче показаний, то есть оговаривающих себя и других, чтобы я дал сложные показания на других. Но я не тот человек, я умру, я никогда не буду обговаривать. Никого не на себя. А какие последствия были после этого? Вот они эти съемки показали зэкам. Далее, что в тюрьме? Как тебе относились зэки? Камеру они отдали, камеру подождали вот так. Да никакой не было. Я переломными ногой, переломными рукой, намотанными тряпками лежу в подвале. Да, лежу. Зэки-то не дураки. Зэки-то не дураки. Зэки-то не дураки. Ну дураки те, которые на них работают. Но основная масса порядочных людей, они все их забыли, и все их забудет, хотя их мало. Но они-то понимают, как можно любого, любого ломать и любому сунуть куда что попало, что хотят, опасать. Это же власть. Они же могут... Это я понимаю, я имею ввиду, но у них не получилось таким образом тебе, как бы, настроить против тебя. Конечно, конечно. Я лично, вот я, вот если порядочный человек вообще был и считаю, порядочным, что он в том, что он должен быть хозяином своих брюх. Сказал акту слова, он должен быть хозяином. Поэтому я просто говорю одно. Я лично, вот лично я, сяду за один стол, вот за один стол, буду всех в столе кушать, я буду одному человека, вот такого, как я, который пошел, но не продал никого. Да, но это мы понимаем, Альберт. Я имею ввиду, настроить против тебя зэков у них не получилось, правильно? Конечно, зэки-то не дураки же, они поняли, они ничего, они наоборот относились ко мне с расхождением, то есть сказали, там, не переживай, Альбажа, все понятно, с кем я говорю, ну, береги тебя, Аллах, в дальнейшем тоже, все, все будет нормально, все люди типа уважали, и будут уважать. Так, у нас прервалось, сейчас одну минуту, мы снова вернем. В дальнейшем. Продолжение следует... Продолжение следует... А я тебя попрошу, Альберт, немного подробнее в отношении тех пыток, чтобы ты описал все то, что они над тобой делали. Я понимаю, что это тяжелый рассказ, но я тебя попрошу, давай попробуем восстановить по дням все те пытки, которым они тебя подвергали. Еще раз говорю, 23-го числа меня арестовали апреля 26-го года. С этого момента, с этого дня, с этого дня, вот как только они мешок с меня сняли, начали с этой пытки. Только были перерывы, только были перерывы, два часа перерыв, три часа перерыв, опять тоже. Противогазы одевали несколько раз, не один раз. Бутылкой с этой, вот этой, с жидкости, постоянно наручника сзади, бьют по голове, я улетаю вместе с табуреткой, несколько раз. Я же не ожидаю, что они делают. Это наполненная бутылкой, тебя бьют по голове, да? Да, да, бьют, да, я улетаю, у нас там лежит, а полтора метровая бутылка, я сижу, завязываю, постоянно наручниками, да. И теперь бронежилет, там есть бронежилет, длинный, его знают, наверное, много, чтобы одевают на меня его и ставят на шпагат. Вот, течет. Это все принуждение к даче показаний, оговаривание себя и других. Вот цель их действий. Несколько убийств в Тагистане согрещены, которые... Поначалу, не отвлекайся на то, что они требуют, просто расскажи сначала подробности, вот как они пытают. Тебя поначалу, они, поначалу, они, значит, избивают тебя бутылкой, то есть, чтобы не оставлять следов, наверное, да, у тебя, на теле, бьют. Да, это бутылка, как он, боже мой, следы их не интересуют. Не интересует. Но это вид просто, какой следы, какой следы, у меня кровь течет, у меня диабет, а в общем, какой с головы разбитый, а не какой следы, там кто-то... То есть, бутылка, наполненная бутылка, которая тебя бьют, это, ну, это просто вид пытки, это не связано с тем, чтобы там не оставить следов, да? Да, 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 вид пытка, да, да, ты то спишь, так пью, так, вот, ты так, так пью, может, на каждом, вот, я вот, я говорю, что меня применили, потом вот этот ток, который крутит, вот его несколько раз, противогаз, несколько раз я открыл сознание его, одевает его, и идёт же туда, воздух не идёт. Противогаз, противогаз, это, я так понимаю, на тебя одевает противогаз и закрывает клапан, чтобы ты не мог дышать. Да, 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 всё, всё открывается, decreased 심 subconscious säер추. И мы уж умиряя тоже, но они меня, типа,afлопали, потом водой взяли, так поп, он приходил в себя, там, но, нато у меня потом случился инсульт, тогда, после этого... У тебя инсульт случится уже после того, как тебя переведут куда-то в тюрьму, да? Да-да-да, в тюрьму, да. А вот смотри, ты говорил, тебя били черенками. Это началось прямо с первого дня, родственники начали приходить, или они потом? Нет, 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 нет. Это было 14-й или 13-й день. И именно тогда, где-то, на 14-й день тебе сломали руку и ногу, да? Да-да-да-да, даже 15-й день, да. Ты в этом интервью Осечкину еще рассказывал про непосредственно насилие сексуального характера, которое заставили сделать какого-то другого человека, тоже проходящего по делу, по-моему. Да-да-да-да, я заставил за его. И вопрос в том, что его показания, его показания вы знали поступными, то есть правдивыми. А вот немножко, пожалуйста, расскажи немножко, кто этот человек, какую роль он играл в этом уголовном деле и что его заставили сделать в отношении к тебе. Ты услышал меня, Альберт? Нет, не слышал. Я говорю, расскажи подробнее, кто вот этот человек, кем, как он проходил по твоему уголовному делу и что его заставили сделать по отношению к тебе. По моему уголовному делу я проходил, а потом там у них была задумка, задумка создать банду для того, чтобы поднять престиж вот этого Кехлерова, новый ставший прокурором сына, в то время действующего его отца генеральный прокурор. И вот они нашли меня, поскольку у меня с этими органами всегда была стычка, и вот они меня взяли и вот это все убийство в Дагестане собрали, чтобы я взял его на себя. Потом начали вот этих людей приводить, с кем я общался, и пытать их, чтобы они взяли на меня вот это все, чтобы на меня договорились, что да, что, да. Эти, ну, вот этот человек, они были несудимые, их потом заставили подпитками, я у вас повинны, чтобы они были несудимые. И это так, это, мы не кончим этот разговаривать, потому что это сложная история и доказательные базы. Я имею в виду этот человек, этот человек, это ключевая фигура здесь, его заставили дать какие-то показания против тебя. Но помимо того, что его заставили, его заставили дать показания, но вот эти вот действия, да, насильственные в твоем, в отношении тебя, это тоже его заставили, или он сам это делал? Да, заставили. Конечно, мне сперва сказали, ты будешь его насиловать. Я сказал, я не буду никого насиловать. Тогда он тебя будет насиловать. Его сперва пытали, конечно, но естественно, он-то, он-то делал это не по отношению ко мне тоже. Он сделал это, он, Исаева, он делал это по отношению от Зульханова, от Зульханова умер в лагере из-за того, что у него все слизинка. Под слезенки все, биты, подбиты, почки, куду лагеря умер в лагере. И вот оговаривал, что он на меня, на меня оговаривал. Этот один, один вот этот человек, Альберт, который, который насильственные действия в отношении тебя делал, он же вот насильственные действия в отношении тех людей тоже он делал, да? Да, 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 он есть фотография, да, он делал и показания, потому что он должен, потому что... Но при этом, при этом он сам тоже проходит по этому уголовному делу, как обвиняемый, да? Зато он получил 22 года, и остался, ему давали печенье, ему давали чай, вот, и зато ему давали, ему давали пуша, вот, зато он получил два с половиной года. А так 25 лет я получил, 25 лет, как Арженхану получил, вот, а тот, который оправдали, его тоже не оправдали бы, если бы его ежик не сделали бы, И, может, этот второй год пристал бы, и он там того, он не составил бы с ними, и его просто оправдали, чтобы, если бы этого не случалось бы, там уже уголовное дело было возбуждено против насилья, пытки, кого-то надо было, и поэтому его оправдали, а меня действительно как поролось. Получается, этот человек своими вот этими действиями заслужил некое снисхождение с их стороны, да, что он вот так вот вас насиловал, грубо говоря? Да, но они в суде, в суде, все признали, сказали, мы под пытками оговорили Олену Павловичу Амаева, этого не было, он не возглавлял нами, это мы нас заставили, они в суде сказали. Но присяжные, присяжные все равно вынесли приговор против тебя, да? Я не знал об этом, я не знал об этом, оказывается, уже против меня было написано аргумент, факты Солодовников, такой есть генерал ФСБ по Южному федеральному округу, он дал интервью, что мы обозвредили банду, возглавляемой бандитом Амаеву, уже до суда, еще до следствия, меня уже сделали бандитом, вот, у меня есть эти виски, среди Солодовников, генералов. Альберт, а вот эти вот, вот эти вот насильственные действия в отношении тебя, это все они тоже снимали на видео, да? Да, 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 на видео, сын снимал, сын убитого, он снимал, да, и потом, вот, вот, один оперативник продал, вот этот, вот родственник там, вот это, один тоже, видимо, он снимал, а кто-то сдал, он продал, и заработал себе 90 тысяч, он попросил 100 тысяч, и эти фотографии отдали прокуратуру, вот, и таким образом, но они хотели скрыт сделать, это фотомонтаж дали ложные заключения с Москвы, полковник какой-то там, ну, МВД, даже, им уже неудобно, что МВД, блин, то, у БОПЕ, что такие вещи происходило. Ну, хорошо, благодаря этому ФСБ, я не знаю, я вообще, по всему будущему, мне в шоке, что ФСБ нашлись такие, что такие люди, действительно, они тоже могли сказать это, да, это фотомонтаж, но не сказали же они. Альберт, ты, если вот все, что ты сейчас рассказываешь, для многих, возможно, это звучало бы как фантастика, если бы мы до этого, благодаря ГУЛАГу, нет, не увидели те самые съемки, как они производили, вот, все то, что ты рассказываешь, все то, что тебя постигло, все это делается, ну, поставлено на конвейер, это делается со всеми практически заключенными, от которых нужно добиться каких-то показаний. Поэтому мы все это видели, и вот все те умники, которые могли бы и говорили бы, что это все неправда, фантастика, они могут это все лицезреть на канале ГУЛАГу, нет. Я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал о своем прошлом, чтобы мы могли понять, почему они так сильно против тебя ополчились. Ты сказал, что у тебя всегда были какие-то стычки с ними. Расскажи немножко о том, как ты жил, может, ты был судим до этого, или у тебя с ними какие-то были разборки, не знаю. Я скажу, прежде чем это сказать, если такие умники, если такие люди так появятся, это никогда, этот порядочный человек, такие сомнения не возьмут, потому что он узнает, что творится в действительности. Это одно. Второе, я просто для замечания вам скажу. Таким людям просто возьмите время и попросите у меня подтверждение, официальное подтверждение. Если я говорю ГУРУ, то генеральная эта пропортура не будет враг. Она так проведена, установлена, что я говорю, все установлено. Теперь, хотя задним числом меня признали потерпевшим, именно в установлении, там тоже указано. Краин 103-й Европейский суд признал, что действительно с 23 апреля проезд с момента боевого ареста по 9 мая включительно, пусть и насилие, еще сколько обращений, отношениями не применялись. Альбер, это я просто сказал к слову, мы абсолютно не нуждаемся в том, чтобы кого-то в этом убеждать. Расскажи немножко о своем прошлом. Почему у тебя были с ними какие-то разборки, почему они тебя так ненавидели? Да, должны были, потому что просто вот таких случаев, так и называется, всегда я справедливо вот это, как ко мне обращались, я всегда правильно рассуждал. Никогда в жизни, я никогда не на кого вот эти вещи такие как разборки, просто не буду так того, чтобы ясно было всем. Вот в каких-то вопросах, вот, я всегда принимал участки, ко мне обращались, вот так, вот так, где тут правда. Я говорил всегда исходил из чистого правильности и так делал, но некоторые люди, которые, вот они были виноваты, эти же такие люди, они живут сразу, под крышей, вот к ним, к ним, и они там говорят, вот это Алимпасал, вот это дело не дает Алимпасал, вот они туда, которые крещуют, они приходили, мне предупреждали, не трогай его, это наш человек, иначе ты будешь так, вот, у нас, да, они мне 90... А вообще вот, объясни, ты вот, кем был, ты кем работал, может, ты где-то начальником был? Я не был никаким начальником, никаким начальником тоже я не был в своей жизни, не был. Я работал в скором помощи, на скорой, вот одно время, единственное, что я был, я никем, ничем не был. А судимость была у тебя? Судимость у меня была, у меня судимость была, да, у меня судимость была до 1975 году, у меня был, сейчас я был судим. В Советском Союзе? Тоже, также, по сфабрикованному обвинению, также я был судим. А что за, что за статья у тебя была? У меня тогда была 105-я статья. Убийство. Там, да, директор, директор, там в винзаводе работал мой старший, старший мой брат, и вот там побили, начальник директора винзавода, и сына вместо переломали, ему ключицу. Я туда ходил на разбойки, и у меня получился драка с этим директором, с этим сыном, и при драке у нас получился, со мной был мой товарищ тоже, он ударил ножом, он умер, и меня осудили. Альберт, давай попытаемся понять, почему они так сильно тебя решили наказать, как ты перешел дорогу, может, начальник УБОПа, или кому, в чем была твоя особенность, что они решили именно тебя так сильно наказать? Я, родной мой, там не один ящик был, в этот момент, это, 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 и ладно бы, если бы все было бы прекрасно, законно, по Союзке, и вдруг очутился бы я, это, я один из частиц, до меня, до меня, до меня, до меня, там, в этом УБОПе, есть большая, большая, большая мотор. Ну, то есть, ты не считаешь, что там есть какая-то личностная, вот, что... Нет, 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 там просто была задача найти вот эту банду, и все, и вот я подходящее лицо, они нашли, они образовали банду, это я буду так сказать. Ну, слушай, я, я вот, честно говоря, ну, тебя 61 год человеку посчитать подходящим лицом инвалидов второй группы для того, чтобы обвинить его в таких преступлениях, ну, это, это просто, я не знаю, я себе не представляю, чем они думали, если они решили, что ты подходящее лицо. Да, вот, да, вот потому, вот потому сейчас, подумайте, вот сейчас подумайте, следователь, который вот это питал меня, делал у меня, сейчас Баумовский вот этот суд, Османский суд города Москвы арестовал, и он сидит. За что он сидит? За вымогательство денег, и за вот такие пытки насилия других лиц, понимаете? Он сидит уже. Он когда был у меня, вот этот, он был, он был старшим с этого, вот этого, в городе Хаса-Юрта. После моего дела его сразу поставили начальником СК, межрайонного следственного отдела города Хаса-Юрта. Оттуда его забрали начальником второго отдела следственного комитета Республики Дагестан. Видите, какие, подъем, какой подъем. Вот, он же, ну, один там, он меня же. Вот, там многое есть, его пытки, насилие, люди жаловались. Ну, прием, ничего не делали, и вот теперь он сидит. Альберт, давай, давай о сегодняшнем твоем положении расскажи нам тоже немножко. Ты сейчас, насколько я понимаю, ты в Германии. И теперь, и теперь просто вопрос, в чем, почему я хотел с вами поговорить, в том, самое простое, как сделать, о том, поскольку, и когда меня красноярский, я был в последнем, в 2017-м, вот это обязательно, я хочу, чтобы вы знали. Там был, я там, в центральной больнице был, там, чеченец, парень, его ресурсанал зовут, он, Арчун Мартанову мою, или Урс Мартана, он у меня есть, я был у него. Урс Мартана, он там сидел, ему оставалось, где-то 4-5 лет сидел, ему давали тоже, вот, он в Корее не работал, сатрату там его осустили, он там сидел, и он там был, в этой колонии, он сказал, меня сюда привели, сюда привели, меня хотят купить, меня сюда привели, меня сюда привели, чтобы диагноз мне сделать, вот, и он мне, почему я говорю, он меня поднимал, в туалет водил, из туалета сюда водил, он такую помощь мне оказывал, этот человек верующий, человек был, здоровый парень, в исламе его звали, и он сказал, он мне дал адрес, если меня убьют, пожалуйста, домой, дома сообщи, для чего меня сюда привели, я ему окрещал, я говорю, не кто-то меня идет, все в руках, надо держись туда-сюда, это был 2018 год, вот, в сентябрь месяц, и октябрь месяц, вот, и когда, в 2017 году, меня там, дали диагноз, отправили в 2017 году, в декабре 2017, вот, я освободился, приехал домой, позвонил его адвокату, хотел сказать ему, я освободился, вот, сюда, сюда, его адвокату, и вот, он мне сказал, он, его повесили, его не было, его в Красноярске повесили, вот, этого ислама, этот чутенца парня, и как, я пошел, вот, да, я говорю, он, как, месяц, там, не бросал, меня отправили сюда, его заплатили, его, то, что он говорил, все сбылось, и я поехал, я говорю, поведите меня в хозяй, я там, как сигналю, в слепом виде, он смартал, нашел, я его отдал, и пошел там, я там соболезнование сделал, и, и, рассказал им дома, что он мне говорил, то есть, я сделал то, что он просил, вот, это сделал, и взял, данные, данные его отца, несколько раз они пытались, там, не смогли, они не могли там добиться, он, сказали, что он, я, как бы, сам повесился, это одно, второй, я был в Гельдгене, Гельдген, туда ходил я, тоже на хозлят, пошел я, там, по поводу, в лагере убили того, тоже парня, да помилуйте Всевышний Аллах, да воздаст ему Всевышний Аллах, благо, за все то, я, конечно, вот, я тоже, туда тоже я ходил, просто где-то порядочные люди были, я их убил, никто, они в лагере не умерли, их убивают, и в Кировской области тоже, в 2004 году, общего режима, там, там тоже чученцев парня убили, вот, не смогли сломать, они, он не стал писать заявки, на других, его зато это убили, его тоже, Альберт, я понимаю, это, конечно, важные моменты, но если мы с тобой будем перечислять тех, кого убили, нам с тобой пиры сегодня не хватит, да, пусть Аллах воздаст благам этому, исламу, за то, что он так тебе хорошо отнесся, и да помилует его Всевышний Аллах, расскажи нам о твоей, сегодняшнем твоем положении, насколько я понимаю, ты в Германии, какой твой статус, ты имеешь ли ты статус беженца, и как давно ты вообще находишься в Германии? Пока статуса у меня нету, я уже третий год здесь нахожусь, я сюда еле-еле пришел, через Украину, попробовал, не получился, потом полетел в Израил, там, Израиль, в Грузию, с Грузией, в Турцию, потом оттуда, с Белоруссией, с Белоруссией, в Польшу, с Польшей сюда, с таким багажом, с помощью Аллаха, я сюда здесь пришел, здесь у меня уже сейчас пока что-либо, не знаю, какой они статус дадут мне, или могу даже отправить в Россию, это здесь не поймешь, я так не думал, моя мать Ненко, потому я в Германию хотел, думал здесь, я прекрасно понимаю, вот как с тобой обошлись в Польше, вот так же я, думаю, их не поймешь, вот они куда-то смотрят, так случается здесь, я совсем подругу, ты уже получил, ты уже получил отказ какой-то, обжаловал его, или ты все еще находишься на рассмотрении? В первую очередь, там, в первую очередь, там, 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 видимо, меня отказали, я так думал, потому что, безмех, адвокат, который там, он, он подал, по-моему, суд, судебно, он сказал, суд и на путь, это твое дело, суд еще вынес, не вынес решение, ну, это неудивительно, в Германии, это неудивительно, Альберт, последний, я так думаю, потому что, какие доказательства, база, такое доказательство, ну, такое может быть, я сам еще не удивляюсь, когда в этого, убийцу называют другом, там, целуются, о чем может быть, разговорить, и выкоречь, Альберт, а у тебя, у тебя есть дети, и если есть, то где они проживают? Есть, у меня есть дочка, 2002 года, и сын есть у меня, в 90-м году рождения, сына, жена, у меня там, вот, мать, она умерла, потом я женился, она другой, и вот, поэтому я был вынужден развестись с женой, вот, я, как бы, вынужден был развестись, А живут, где твои дети, проживают, где они? Они в Хасавюте, в Тагестане, дома живут, Да, и находятся там, находятся там. Альберт, уже последний вопрос, мы завершаем с тобой, репир, сейчас я бы хотел, чтобы ты назвал имена тех людей, которые ответственны за все вот эту несправедливость, произошедшую с тобой, и которые должны ответить по закону за все, за все эти преступления, которые они с тобой совершили. Вот прям поименно я бы хотел, чтобы ты всех перечислил, чтобы это было задокументировано. Спасибо, это очень, очень, очень конкретный, серьезный вопрос. Первый, первый делом организатор, организатор вот этого банду, вот этого насильника. Это старший следователь прокуратуры города Хасаюта на тот момент, 2006 год, Арслан Ханов, Арслан Давлек Мурзаевич. Это первый. Он организовал всю вот эту банду. Теперь помогали ему начальник УГОТ. Начальник УГОТ города Хасаюта запятого Сайгит. Этого первого, Альберт, первого, пока мы далеко не отошли, его должность тоже назови, как ты сказал, до лет. Он на тот момент, на тот момент, в 2006 год, пока еще ЭСК не было, он был старший следователь прокуратуры города Хасаюта. Это вот этот организатор. Организатор, следователь, который ввел вот это дело, он давал поручение, и он туда заводил родственников потерпевшего за деньги, туда заводил мстить. Все понял. Второй, это начальник УГОТ. Начальник УГОТ. Запятого Сайгит, полковник. Он был в 2006 году убит. Раз его убили за пытки, за насилие, уже другие. Уже ответил, получается. Те, которые уже ответили, их можно не называть. Вот те, которые живы и должны ответить, назови их. Второй, 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 его заместитель, его заместитель, почитай, пожалуйста, вот его карточку. Его заместитель. это адвокат Мурат Мутаев Мурат Сраждинович. Это он? Это подполковник МВД. Мужаев или Мудаев? Я плохо вижу эту фамилию. Мутаев. Мутаев, ага, ага. Мутаев Мурат Сраждинович это подполковник МВД. Он сейчас адвокатом работает, получается, да? В 2006 году, да, он работал, он чеченец, работал заместителем этого начальника УПОК. Это, это получается, он тогда, значит, в нулевых он людей пытал, а сейчас он защищает людей, да? Потом, потом он поехал в Чечню, в Турьмес, и стал адвокатом Чеченской Республики. Он сейчас, на данный момент, он действует адвокат Чеченей. Ну, то есть, получается, он сначала пытал, теперь он защищает, да? Тех, кого пытали. Да, да, так же, вот так же, вот так же стал, вот этот первый, вот первый, который я называл, Арслан Хану, Арслан Таулет Мурзайевич, тоже адвокат. Он тоже был следователем, потом следователем, начальником, руководителем СК, потом начальником, руководителем второго отдела, потом, пока его поймали, и он ушел тоже адвокатом, и его, когда он арестовал, он был адвокатом. Он тоже адвокат, ага. Тоже адвокатом, вот они так и делают. Дальше, кто еще? Кто еще? Потом, сын убитого, Кандауров, Арслан, его тоже зовут. Это второй, сын убитого, вот который, вот они, вот которые заходили, мустили. Урожай из Дагестана, да? Да, 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 Кандауров фамилия. Второй, сын, это вот брат убитого, Кандауров, Кандауров, Кансыр. Третий, брат убитого, Кандауров, Расид. Еще есть кто-нибудь? По кличке, по кличке, по прозвищу, Инил. Еще есть кто-нибудь? Есть, и там еще, там, 4-5 оперативников, там, капитаны, майоры, гу-попа, там, я там, 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 ты не знаешь их по имену, да? Да, я просто по имену их не знаю, там, но, еще есть два чеченца, вот этот знает, вот этот, Гутаев, знаете, он приводил, тоже, это, 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 оперативники, вот этот, они тоже там были, вот эта группа, которые, они разделились, они, кто в одном смире, по втором смире, по очереди, вот эти все, вот это делали. Из этого всего два человека у нас, у нас два человека умерло, убитый, убитый, вот после этого, вот этот умер, другой в лагере умер, вот, третий, я получил терреские повреждения, вот, и вот полностью ослепили меня, вот, вот это результаты, вот, вот всего вот этого. Альберт, я благодарю тебя за это интервью, за то, что ты открыто об этом всем рассказал. И главное, чтобы не забыть, у меня лежит приговор, по приговору, нету, что я кого-то убивал, там нету, там, я, что я убивал, там нету, нету, по приговору, и нету, я не в одном шести эпизодах, мы просим обвинительных, хотя, я не в одном не подписал, я не признал, потому что действительно, это не мое, не мое, и они не смогли меня это заставлять. И по приговору, тоже нету признан, я учил убийца, но, меня они признали, что я руководил этой бандой, создали банду, а кто это писал, он тоже сидит, Сергей Солодовников, генерал, тоже на 9 лет посадили его, вот, мне говорят, в газете, в Мириско есть, Арсенов сидит, и сидят, они все сами получили, но не по моему делу. Альберт, я благодарю тебя за это интервью, за то, что ты открыто, и откровенно обо всем, об этом говоришь, я хотел бы, наверное, рекомендовал бы тебе, вот этот список этих людей, которые должны ответить, за все эти преступления, чтобы ты его составил, передал своим наследникам, чтобы эти, их имена, ни в коем случае, не были преданы, забвению, и, иншаллах, я надеюсь, у нас будет возможность, чтобы, эти, возможность, сделать так, чтобы эти люди предстали перед справедливым судом, и понесли заслуженное, справедливое наказание, за все эти преступления, которые они творили над тобой, и над другими людьми. Да укрепит тебя Всевышний Аллах, да дарует тебе Аллах сил и терпения, чтобы это все пережить, и дожить до того дня, когда ты увидишь, возьми и сделай. Я это, я это, я это столько, чего хотел, я просто официально, официально хочу заявление сделать, в том, я не смог официально заявление сделать, я сейчас хочу официально заявление, ответственно сделать, о том, заявляю, о том, что в сил, не в сил, а в сил самой России, это организованное преступное сообщество, это однозначно, и у меня есть доказательство, это доказательство, оттуда исходит все, а те получают, те получают, ужас, высшие указания, и поэтому, мне жаль, тех людей, которые каратерные полонии сидят, сыновья, отцы, отцы, вот у всех вот этих людей, и вы знаете, кого они там питают, вот недавно, вы наверное слышали, в Москве, в Москве, по-моему, это, изнасиловали, четвертые, или четвертые, девушек, девочку изнасиловали, я знать не знаю, я просто повестерку слышал, я плакал, и вот эти люди, которые, их вот изнасиловали, вот эти люди, сразу, они берут, они сразу сдаются, и эти люди в лагерь попадают, и вот они начинают насиловать, им создают там комфортные условия, и когда они едут по этапу, в лагерь, они едут комфортно, люди, нормальные люди едут, в селебке, 16-17 человек, в эти купе, а они едут вдвоем, в таком, вот таком, в селебном месте, у них, у них, БС, БС, то есть, безопасность, представляешь, тьма мыла, то самое, она тягивает, их пальцы никто не трогает, почему они сразу полутся, пишут, все ногами, все бьют, и приходят на место, и становятся работниками, беспокой, насильниками, вот, поэтому, это все идет, вот это все вещь, все это знают, и бедные люди там страдают, дай Бог, чтобы им все они, чтобы было, сколько пацанов, сколько нормальных людей страдают, у некоторых отцы, у некоторых братьев, сестр, это ужас, пускай они, все вышли, спасают, я-то уже вышел, я уже свое, что у меня осталось, я уже ослеп, просто, пока хозяин не скажет, фу, так и будет, а кто хозяин, все знают, откуда это исходит, тоже все знают, он сказал, пока фас, и вот, пока, он фу, не скажет, ничего не остановится, не надо удивляться, ты прекрасно меня понимаешь, и меня прекрасно понимают, все, которые слушают, что я прав, что процентно, ни один слово я не вру, все вышли, я много чего еще не сказал, просто, вот я посидел, и у меня не было, сиди, и слова, могла с головой бросать, тоже за это. Альберт, у нас этот сеанс тоже уже подходит к концу, поэтому нам нужно заканчивать, я благодарю тебя за то, за то, что ты дал это интервью, и желаю тебе всего самого наилучшего. этот человек прошел просто величайшие испытания только просто я умею не могу осмыслить как они могли вытворять это все над человеком преклонного возраста такое ощущение что он их всех семью вырезал настолько надо ненавидеть человека старого инвалида чтобы заходить к нему черенком от лопаты его избивать до такой степени чтобы сломать ему руку ногу подвергать его всем этим насильственным действиям в том числе и сексуального характера это просто я не знаю как 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 такое возможно даже но это элементарно нутро человека его естество нормального человека на это неспособного понимаете для того чтобы произвести насильственные действия сексуального характера другим мужчиной я извиняюсь конечно что я сейчас такие подробности захожу но он для этого нужно нужны определенные как бы не хочу я как бы сейчас вот и подобность 2 но у него не каждый человек это может понимаете это как это психологически этому подойти как тебя даже если ты тебя вынуждают тебя пытают но ты же должен физически быть к этому готова понимаете как я не знаю это где-то за гранью моего понимания 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 вообще нормальных людей я так считаю он 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 Субтитры создавал DimaTorzok